Так, значит, я вас всех поздравляю с предшественными праздниками, с сегодняшним праздником, Днем Памяти Преподобного Серафима Саровского. Рад вас видеть в очередной раз здесь, в нашем приветливом и уютном храме Дефросиния Московской, где, как выяснилось, мы уже ровно год встречаемся, общаемся, обмениваемся мнениями. И предметом нашего с вами разговора, вот этих наших с вами бесед, которые меньше всего хотелось бы называть лекциями, является, наверное, самое главное, это мы сами, это человек. Мы говорим о человеке. Я стараюсь рассуждать об этом не только как врач, который уже давно занимается лечением людей, в том числе и церковными средствами. Я в основном, конечно, разговариваю как врач, который свою профессию воцерковил. И когда-то действительно для меня стоял такой выбор передо мной. Где-то это было, наверное, в конце 90-х годов, когда мои религиозные убеждения уже перестали совсем ввязаться с той деятельностью, которую я, как врач, тогда осуществлял. Конец 90-х годов, может быть, кто-то помнит, это пожар наркомании у нас в России. Пожар был. Россия горела. И мы тогда работали, знаете, как такой конвейер. Вот отделение, которым я заведовал, оно выполняло функцию, даже не знаю, какую функцию мы выполняли. Каждый понедельник утром мы одну партию наркоманов, 8 человек, выписывали из отделения, а вторую на смену ей принимали. И вот такой конвейер у нас циркулировал. Эта партия, которая поступила, мы им расписывали в истории болезни. Уже привычная для нас схема лечения, большими дозами психотропных препаратов, в основном тормозного действия, как будто бы мы кого-то лечили. Схема лечения. Мы им создавали медикаментозный сон, можно сказать. И они у нас в течение нескольких дней спали, потом в течение нескольких дней приходили в себя. За неделю они должны были преодолеть таким образом физическую зависимость и выписаться, как мы говорим, в удовлетворительном состоянии. Я тогда, конечно, очень хорошо понимал, что это не лечение, что мы чем-то таким занимаемся, может быть, даже не очень хорошим. Потому что люди к нам обращаются за помощью, а мы им этой помощи предоставить не можем, а мы имитируем оказание помощи. И тем, что мы делаем, мы, мягко говоря, наносим такой ущерб человеку. Во-первых, он у нас за эти дни получал такое количество психотропных препаратов, от которого здоровый человек умер бы. Просто это смертельная доза препаратов. И, конечно, не без последствий для своего здоровья. Там развилась лекарственная токсическая цифлопатия. Мне, конечно, приходилось потом делать выбор. Либо я должен уйти из профессии, либо я должен эту профессию воцерковить. Потому что тогда уже я понимал, что избавить человека от зависимости можно только духовными средствами. Ну вот как-то так с тех пор это все и пошло. И все это отлилось вот в тот курс нравственно-ориентированной психотерапии, которым я до сих пор занимаюсь, и который я вот в такой адаптированной форме предлагаю нашим слушателям здесь, в Москве. Вот уже в течение года мы так из занятия в занятие, от темы к теме движемся вперед к выяснению того, что происходит с человеком, когда он болеет. И что ему нужно делать, чтобы эти болезни его не губили. чтобы он от них не погибал. Вот видите, как вопрос я ставлю, что делать, чтобы выздороветь, а чтобы от болезни не погибать. Потому что на каждых наших встречах мы так или иначе этого касаемся и говорим, что болезни сами по себе не являются каким-то проклятием, от которого нужно во что бы то ни стало избавляться. Человек обречен на то, чтобы болеть, он должен болеть, болезни ему нужны. Наверное, кроме православия никто этого не утверждает вот так решительно. Наоборот, все хотят человека обязательно оздоровить, вернуть его к какой-то, как им кажется, утраченной норме. А нормы не было никогда. Мы с вами вот целый цикл занятий посвятили разбору страстей. Помните? Мы с вами выяснили, что человек после грехопадения, то есть с самого начала истории своей, он никогда нормальным-то и не был. Он всегда был больным. И каждое поколение людей, которые приходят на белый свет, оно проходит обязательно через болезни. А другое дело, что болезни бывают разного свойства. И от каких-то болезней, конечно, человеку необходимо выздоравливать. Обязательно. Но выздоравливать не столько для того, чтобы дальше жить без этих болезней в довольстве собой и беззаботно комфортно, а для того, чтобы от этих болезней не лишиться жизни вечной. И, конечно, церковь в этом смысле оказывает человеку неоценимую помощь. Вот мы с вами стоим на церковных позициях, разбирая устройство человека, его коренные болезни, страсти. И остаемся на этих церковных позициях, когда пытаемся выяснить, каким же человек должен быть в норме. Какая для человека предусмотрена перспектива нормализации своего состояния. И в прошлый раз мы с вами начали разбирать заповеди Богом данного нравственного закона. Да ведь? Мы с вами в прошлый раз поговорили о первой заповеди, о заповедях вообще, зачем они, и о первой заповеди немножко поговорили. Сегодня я только напомню общее положение, а потом мы с вами будем двигаться дальше. Итак, мы с вами выяснили, что человек, предоставленный сам себе, он будет жить только по страстям. Страсти – это болезни. Страсть, страдание, болезнь – это слова синонимы. А значит, он будет погибать. И из поколения в поколение человечество будет деградировать. Если человечество не будет находиться в каком-то общении с Богом, если Бог не будет вмешиваться, в другом, если сказать, в нашу с вами жизнь. И если мы почитаем с вами ветхозаветную историю, то мы видим, что действительно, не человек ищет Бога, а Бог ищет человека все время. Это Бог все время вмешивается в нашу жизнь. Он нам не дает жить, как мы хотим. И вот эти заповеди, 10 заповедей Ветхого Завета, которые люди получили от Бога, он их не спрашивал. Хотите заповедь? Нет? Могу дать. Нет, он просто взял и дал, да еще так дал, что мало не показалось никому. Очень много крови пролилось при получении этих заповедей для наказания народа за нежелание их получать. И для такой памяти на многие поколения людей, чтобы люди отражали значимость того, что произошло. Так Бог, может быть, впервые серьезно познакомился со своим народом. Не со всеми, обратите внимание, а только со своим народом. Для этого Он свой народ вывел из той среды, в которой жило практически все человечество тогда. Из языческой атмосферы, из атмосферы идолопоклонства. где люди не имели общения с Богом, а свою религиозную потребность удовлетворяли только в общении с искусственно созданными божествами, в кавычках, идолами. И познакомился со своим народом, вывел их так, знаете, как иногда мужики знакомятся, сидят где-нибудь они в обществе, потом один другому говорит, слушай, ну-ка пойдем выйдем. Это ничего хорошего не предвещает. Это значит, сейчас будут разборки, сейчас один будет говорить, кто он есть, ты знаешь меня, ты знаешь, что я такой, а ты вот такого-то знаешь, Эдика Хачитурова знаешь, помните, как в том фильме. Вот так же и Бог со своим народом, Он его вывел на расстояние, вывел вообще в пустыню, никого нет, они одни. Один на один Бог со своим народом. И он ему представился. Вот так вот сначала в гром и молнии на вершине горы Синай, где Моисей получал заповеди, со второй попытки, первая попытка была неудачной, пролилась кровь в трех тысяч человек. Со второй попытки Бог представился. Он сказал, это я. Слушай, Израиль, я и есть Господь, Бог твой. Я Бог единый. Да не будет у тебя других богов, кроме меня. Что означает эта первая заповедь, мы с вами в прошлый раз поговорили об этом. Господь, не вот тот хлам, мусор, который вы принимали за богов в Египте, а я, тот, который вот так открывался сейчас вашему вождю, Моисею, на горе Синай, вы меня не видите и не можете видеть. И что Бог это что-то величественное, могущественное и в одном лице евреи тогда это узнали. Он не просто Бог, с которым человек может общаться, решая свои какие-то проблемы, а Он Господь, Господин, Хозяин, в чьей безраздельной власти находится все мироздание и все до единого люди. И у людей, может быть, впервые за всю историю после грехопадения Бог стал вырисовываться как Личность такого грандиозного масштаба, что Дух захватывает. И это Хозяин. Это тот, кто все задумал и создал, кто является причиной всего и все существует только до тех пор, пока Он не передумал. Вот так все обусловлено Богом в им созданном мире. Здесь без Него ничего не происходит. Ни одного движения, ни одного дуновения ветра, ни одного перемещения насекомого ни на один миллиметр, ни один волос, как мы потом узнаем, из Нового Завета не упадет с вашей головы без моей на то воли. До такой степени простирается его господство и всеведение. То есть Бог знает, сколько у меня волос на голове. Никто не знает. И я тоже. А Он знает. И это с одной стороны как-то так усиляет надежду, а с другой стороны становится страшновато. Потому что если господство его простирается до такой степени, значит Он знает обо мне все. Он знает все мои внутренние устройства, все мои мысли, желания и намерения. Они Ему известны. Еще не написанное тобой, как мы читаем в молитве Василия Великого, еще не соделанное мною известно тебе. И написана у тебя суть. И конечно люди оказались в таком выборе. Они ведь были достаточно набожными людьми и очень религиозными, потому что египетская культура она была насквозь религиозна. в то время египетская культура она представляла из себя остатки былой когда-то высокой цивилизации религиозной. Той самой цивилизации, когда египтяне строили пирамиды своим фараонам. Имея представление о едином Боге, творце вселенной, общаться с которым каждый конкретный человек и весь народ в целом недостоин в силу своего несовершенства. Но этот народ входит в общение с тем самым Богом через своего царя фараона, который является ритуально чистой личностью, не ведающий зла, предстоящий при своей ритуальной безупречности, предстоящий перед Богом, Творцом Вселенной, за весь свой народ. Ничего не напоминает царь, который предстоит перед Богом за весь свой народ. Вот с этой высоты, конечно, достаточно большой. Египетская цивилизация упала, видала поклонства и в магию. Она деградировала. Да, фараоны, как смертные люди, не оправдали надежд своего народа, и народ в них разочаровался. И в Египте произошел, можно сказать, религиозный переворот. Божественность фараонов была подвергнута сомнению, но тогда с кем иметь дело в качестве посредников между тем самым верховным божеством и народом. И вот началось идола поклонства, кумира творчества. Люди начали создавать себе искусственных богов и начали создавать их, в общем-то, из всего тварного. Придавать божественное достоинство тому, что этого вовсе не достоинно. И египтяне чего только не обожествили. этих богов средних, мелких, которые выполняли служебные функции для народа, было огромное количество. Кое-что там дошло до нас. Как называлась лодка Турахи Ирдала? Кто помнит? Ра. Это кто? Ра. Бог Солнца. Египетский Бог Солнца. Вот. И когда мы были в Каире в Национальном музее, нам там показывали изображение всевозможных различных божеств, которым поклонялись в разное время египтяне. Вот. Там были кошки, там были совы, другие птицы, стихии обожествленные и так далее. Идолопоклонство это то, что происходит с человеческой религиозностью, то есть с самой высокой потребностью человеческой души, с потребностью общаться с Богом. Если человек предоставлен сам себе, он будет обязательно идолопоклонником. Все обязательно закончится самой примитивной формой религиозности, которая называется магия. и мы это видим по себе православные христиане. Мы это знаем по себе прекрасно, что мы прежде чем научиться поклонению Богу в духе и истине, какими хочет нас видеть Христос и таких Бог ищет себе поклонников, как мы выяснили из Евангелия Таэнна, мы сначала проходим путь язычества внутри церкви, преодоления своего языческого сознания, своего магического мышления. Знаете, как в психотерапии светской, что называется магическое мышление? Это такое болезненное расстройство человеческой души в его когнитивной сфере, в сфере сознания, магическое мышление, которое сводится к тому, что если то, если сделать вот это, будет вот это. Вот если совершить вот такой порядок действий, получится вот так. А если их поменять местами эти действия, то получится вот так. Вот такой результат. И так и мы. Если свечку поставить вот так, будет один результат, а если вот так, то будет другой. Если икону приложиться к иконе в том месте, где лежит мощевичок с мощами святого, то будет один результат, а если в противоположном углу, то будет другой результат. Если стоять лицом к иконостасу, будет один результат, если даже на время повернуться, нечаянно, можно все испортить. И надо начинать все сначала. даже если мы с вами потом растаем до какого-то более-менее здравого общения с Богом, вот именно в Духе Истине, когда мы ведаем о Его везде присутствии и отражаем в себе, что такое ежевездесы и вся исполняй, то тогда, конечно, мы по-другому относимся ко всей внешней атрибутики церковной, которая нам нужна, необходима, мы должны обязательно ею пользоваться для того, чтобы выстраивать свои отношения с Богом именно в Духе и Истине. Но это уже занимает свое такое очень третьестепенное положение, и мы не драматизируем ничего там на эту тему. мы начинаем отличать главный от второстепенного. Это, кстати, признак духовно зрелой личности, способность отличать главный от второстепенного. Но как только мы ослабеваем свою духовную жизнь, церковную, она у нас как-то так меняется, ритм урежается, мы не так внимательно на молитве, не совершаем над собой каких-то усилий, чтобы сохранять внимание на молитве, сохранять покаяние и соответствующее отношение к церковным таинствам, то мы постепенно снова деградируем в магию. И мы становимся, при том, что мы крещеные люди, мы становимся вполне идолопоклонниками. Ну, потом как-то снова выкарабкиваемся из этого, опять приходим в себя. И, в общем-то, так всю жизнь. И мы в себе этих идолопоклонников будем раз от раза всегда узнавать. У нас это очень живуче. Язычество это не только человеческое изобретение. Это то, куда уводит дьявол человеческую религиозность. Он ее не может упразднить. Потому что человек образ Божий, он всегда будет искать свой первообраз. Но он может ее перенаправить. Вот как, знаете, огромный эшелон 90 вагонов, груженый золотом. Так стрелку только раз, перевел, и он вместо станции назначения может улететь под откос. это чрезвычайно опасная вещь. Человек не просто не общается с Богом, когда он язычник, когда он идолопоклонник, а он общается с дьяволом. Любая магия, любое идолопоклонство уводит человека прямо к нему в объятия, прямо к дьяволу. При этом человек может считать себя вполне набожным и таким верующим, шибко верующим человеком, соблюдающим все правила своей религии, которые он себя причисляет. И вот зная это, зная эту нашу особенность и это коварное намерение дьявола, Бог дает нам сразу же вторую заповедь, после первой. Он говорит, не сотвори себе кумира. Не понял? Про Утрака Вячеслава сейчас давайте пока его вынесем. Утрака Вячеслава. Не сотвори себе кумира. Кто такой кумир? Кумир это тот, кто претендует на место Бога. Бог заменитель. Это тот, кто вместо Бога всегда. А значит и вместо Господа. Первая заповедь говорит, я есть Господь Бог твой. Вот. Это вот тот, кто дает заповедь. Все остальные, кто претендует на мое место, это те, кого предлагает дьявол вместо меня. Кто бы это ни был, даже если это будет, как говорит священник Дмитрий Смирнов, лыжная палка. Человек может верить в лыжную палку. Вот я тут недавно проводил очередное занятие в Государственном революционном центре Урала без наркотиков, который использует 12-шаговую программу, а там, если вы знаете, в 12-шаговой программе предлагается людям Бога понимать, как они хотят. Бог, как мы его понимаем, высшая сила. Бог, как мы его понимаем. Ну, там проходит реабилитация людей крещеные, которые что-то про Бога слыхали, и они понимать-то Бога. Нам же его надо как-то представить. Они говорят, ну, хочешь, вот тумбочка твоя прикроватная, пожалуйста, вот она может выполнять функцию высшей силы, может к ней обращаться со всеми своими потребностями. И она, это такое невинное изделие рук человеческих мебель, может претендовать на место Бога в человеческом сердце. и так она всегда была. Истукан, что-то становится истуканом для человека, он начинает этому поклоняться. Вместо Бога, значит, общения с Богом нет, а есть общение с дьяволом в лице кумира, в лице этого идола, который люди себе искусственно всегда создают. И люди, предоставленные сами себе, вот невооруженные этой заповедью, которую они тогда получили от Бога, они обречены на то, чтобы создавать себе кумиров. Обратите внимание, они обречены не на атеизм, ну, раз Бог никак себя не проявляет, творец вселенной, ну, значит, его нет, да и все, тогда давайте мы, значит, решим, что его нет, мы атеисты, и так и будем жить. Нет, этого, с человеком это невозможно, потому что человек существо религиозное, и его религиозная потребность, она, наверное, самая сильная из всех, которые у него есть, поэтому она будет требовать своего удовлетворения. И тогда, чтобы человек не думал о Боге, о том самом, который обращается с заповедями к нему, у него будет кто-то вместо него, и человек будет обязательно идолопоклонником. У него будет кумир. Мы с вами как-то уже говорили, что человек в естественном состоянии, он не может жить без опоры, без надежды. Человек достаточно рано обнаруживает свою слабость и свою недостаточность. Ему нужен какой-то фундамент, ему нужно на чем-то стоять. Им нужно на что-то обязательно опираться. вы когда-нибудь задумывались, а что будет, если когда мы смотрим с вами на звездное небо, такой безоблачный, какую-нибудь ясную зимнюю ночь, звезды перед нами, красота, дух захватывает, такие расстояния, такие масштабы, красота такая, рассыпанные огромные светила по куполу неба. но я стою, смотрю на это на все, на это бездонное небо, и я не боюсь, мне не страшно. А почему? А потому что у меня есть опора под ногами, потому что я ногами стою на земле. Я могу еще, знаете, взяться за какой-нибудь жерчь, за забор какой-нибудь, для пущей уверенности, стоять, смотреть, и нормально, так, смотрю, здесь все на месте, на месте, так можно еще посмотреть. А вообще-то вот в ноябре я в очередной раз поставил вот такой эксперимент, когда мы были на святой земле, первый раз это было на Кипре, когда мы были на Средиземном море, очень теплое море, я тогда заплыл так далеко ночью, абсолютно, мы пошли ногишом купаться, голый заплыл далеко от берега, вот так вот раскинулся лицом кверху, тело своего не чувствую в невесомости, температура такая же, как температура тела, воды, и уши вода скрывает, я ничего не слышу, а вижу только звезды перед собой. И вот, оказывается, когда страшно это становится, когда ты ни на чем не стоишь, когда ты в космосе, и это такая жуть, вот я понимаю людей, одержимых навязчивыми страхами, которые возникают на ровном месте, ни с того ни с сего. Вот эта ситуация меня тогда очень здорово испугала. Там бездна, там бездна, я один в космосе, и этот космос меня сейчас поглотит, и меня не станет. Вот первая мысль, которая у меня возникла, сейчас меня не станет, я сейчас растворюсь вот в этом пространстве, меня не будет. я очень сильно испугался, я так сразу раз запинулся в сторону берега, там огни, люди, и я быстренько туда погреб к людям, на землю, на твердую землю встать ногами. В ноябре попробовал то же самое, но там было не так уже страшно, потому что не первый раз вода была не такая теплая, ну и я уже знал, чего ожидать, но эффект примерно похожий на Геницаретском озере. Человек не может без опоры, и он когда рождается, он обязательно должен эту опору всегда чувствовать, там в виде кроватки, в которой он лежит, в виде рук папы или мамы, на которых он сидит, шеей папиной или маминой, он себя чувствует только, уверен только тогда, как он в чьих-то объятиях находится, поэтому он хочет обниматься, ребенку всегда нужен телесный контакт с родителями, он чувствует эту защищенность, опору надежную, он без этого не может жить, он пугается, ребенок один, он сразу теряется, пугается, ему все страшно, ему все пугает. Детская душа, между прочим, она очень чувствительна к демоническому воздействию, дети не зря пугаются темноты, потому что их кто-то пугает, их души кто-то пугает, просто фактом своего присутствия. Мы вот так взрослые уже не настолько чувствительны бываем, а дети-то очень чувствительны. и до поры до времени родители являются вот такой опорой, и где-то даже, знаете, ну, такими вот божествами, и ребенок смотрит им в рот и слушается, особенно, если родитель такой властный, он там, ребенка пытается своего воспитывать, как-то его упорядочивать, его поведение, и ребенок к нему прислушивается, ему не всегда это нравится, он понимает, что зато это надежно, это ты под защитой находишься под какой-то, вот, а потом, когда родители разочаровывают, у ребенка появляется первый страх отсутствия этой опоры, без которого он не может жить, и тогда он очень быстро это срабатывает моментально, при отсутствии другой, видимой какой-то опоры в жизни, он становится опорой для себя сам, он создает, можно сказать, первый раз в жизни кумира, заменителя Бога, из себя самого, он себя считает самобытным, самодостаточным, ему даже кажется, что он сам себя сделал, он сам себе принадлежит, он свободный, он может с собой делать все, что хочет со своей жизнью, хочет это, хочет это, он свободен, и многое подтверждает эту его догадку, вот он захотел, сделал, вот пока не захотел, этого не было, а вот я захотел, и раз, и это появилось, и я это сделал, я творец, понимаете, я сам творю, своего счастья, и мы даже очень часто любим это повторять, что человек сам творец своего счастья, это не лишено, конечно, правды, это высказываем, но оно всегда в нашем сознании зашкаливает до того, что только я и есть творец, я и есть сам творец своего счастья, поэтому все зависит от меня, поэтому я верю в себя, надеюсь на себя, и все зависит от меня, моя жизнь в моих руках, или по-другому сейчас в рекламных слоганах для молодежи, для их употребления, твоя жизнь, твои правила, и это подогревает наше идолопоклонство насчет себя, и мы мы обслуживаем только свои интересы, мы ублажаем себя, мы приносим какие-то даже жертвы самим себе, в угоду самому себе, мы себя любим, то есть все то, что предназначено в нас для Бога, когда мы бы получили здоровую религиозность, это все никуда не девается, оно просто трансформируется, разворачивается в противоположную сторону, к нам, и мы это все употребляем в отношении себя самих, нам это очень нравится, и какую-то часть жизни мы проводим в этом языческом устроении нашей души, мы поклоняемся сами себе. Параллельно у нас может появляться один или несколько кумиров, которые вне нас находятся, которые не мы, но это может быть другой человек, например, какой-нибудь еще, я могу с кем-нибудь поделиться немножко, я могу кому-то сказать, я тебя обожаю, буквально сказать, что я из тебя сделал Бога, делаю из тебя Бога, я тебя обожаю, правда, здесь все время что-то опять насчет себя, потому что мне с тобой хорошо, мне так приятно с тобой, когда я тебя вижу, я испытываю какой-то такой восторг, какой должен испытывать человек в норме в общении с Богом, поэтому я тебя обожаю. И по разному поводу, это может быть влюбленность, юношеская наша, это может быть не только юношеская, во взрослом возрасте мы можем терять голову по отношению к какому-то человеку и испытывать к нему патологическую, просто патологическую привязанность, в которой сгорают все лучшие наши чувства и стремления предназначенные для Бога. Это все может быть использовано в отношении другого человека, который даже при всех его хороших качествах этого абсолютно недостойно. Это не для него. Это может быть человек, перед чьими талантами и дарованиями мы преклоняемся. и мы прямо так и говорим Коля Басков мой кумир или там кто-нибудь еще Битлз. Это кумиры нескольких поколений молодежи. Там Майкл Джексон, Мадонна, тут недавно умер Джордж Майкл и мы выяснили, что он был Богом для огромного количества людей, которые без зазрения совести просто называли его Богом, поклоняясь ему как певцу, талантливому исполнителю. И когда мы видим, что человек преклоняется перед другим человеком по какому-то поводу, то начинается настоящая религиозная жизнь, только шиворот на выворот. Однажды давно это было, я почему-то как-то на концерты разных групп очень редко ходил в молодости. И вот тут как-то в 90-х же годах в Екатеринбург приехала группа ДДТ, а они тогда были бешено популярны. Шевчук. И это было во дворце спорта, в старом еще непеределанном там это все было при огромном стечении народа, на трибунах этого закрытого стадиона, в портере там были, а мест не было, все стояли, все стояли как в храме, вот там в портере. А потом и те, кто на трибунах сидели, тоже стояли, стоя, смотрели концерт. И вот было ощущение, что ты присутствуешь в храме. Действительно, мы видим, что многие вот эти вот зрелищные учреждения, ну, например, театр, они выглядят как храм и иногда называются прямо храм искусства. Рампа, как алтарь, там все так подсвечивается, создается такая мистическая атмосфера, не похожая на реальность с помощью спецофитов. она как-то область отделена от остальных людей, которые находятся здесь в зрительном зале, и они расположены вот так вокруг этой рампы, все их внимание туда устремлено, и там совершается какое-то действие. И вот там, когда ДТТ выступала, тоже сцена, тоже так же там софиты, все так подсвечено, дым напущено, состояние мистики, какое-то присутствие где-то не здесь, какого-то нет мирной реальности. И вот они появляются, и у зрителей прокатывается по залу религиозный экстаз. И там начинается вот это вот со сцены, значит, они поют, что-то они вещают, прихожане там божество, оно что-то несет какое-то откровение, здесь прихожане, адепты этого божества, они приходят в состояние религиозного экстаза, они вот так вот все качаются одинаково симметрично, значит, в одну и ту же сторону, значит, туда-сюда, зажигают зажигалки, это свечи, понимаете, со свечами люди, стоят как в храме. И действительно получается, что это такой эффект богослужения, это какое-то священное действие происходит, а потом начинается причастие, в кавычках, когда кто-то выбегает на сцену и начинает то ли обнять, то ли поцеловать, то ли оторвать кусок одежды от своего кумира себе присвоить, то подкарауливает там где-то за кулисами, чтобы взять у него автограф, и это потом становится предметом религиозного культа, вот эта открытка там или диск какой-нибудь с автографом звезды, это занимает место где-то в рамочке на стене, прям как икона, иконы самого кумира по дому могут быть расклеены в самых красных углах, я помню, мужчина скорой помощи работал, были мы на вызове по адресу, ну вот женщина так видимо любила Льва Лещенко, что календари и просто фотографии разные-разные всякие, и цветные-черно-белые Лещенко торчало изо всех углов в доме и у меня фельдшер Иринка она попросилась в туалет, сходила в туалет возвращается оттуда и говорит Вячеслав Владимирович и там он то есть чтобы не расставаться никогда никогда со своим кумиром и может быть вы помните такие истории когда по поводу того же Льва Лещенко жена женщина всю жизнь его любила но муж не ревновал потому что он видел что она его любит не просто как мужчина а что он для нее просто Бог что муж-то ее в принципе как мужчина так-то устраивает но вот у нее есть что-то что кого она любит больше но он для нее недостижим похоже на что-то да непостижим и вот она о нем она все время о нем что-то читает она все время им интересуется узнает где он с кем он кто его жена чем он там занимается в свободное время и так далее муж он говорит я поначалу конечно мне было как-то это не по себе а потом да я пленал уже ну причуды такие у жены и и она она понимает прекрасно что она замужняя женщина все но это другое понимаете это другое это захватывает что-то гораздо более глубинное в ее душе ну и все мы проходим через это в большей или меньшей степени мы все через это проходим у нас у всех есть кумиры в виде людей и мы можем точно так же совершать не мы славьте господи но это очень часто происходит паломнические поездки ну туда где они туда к ним вот как скажем если человек болельщик уж фанат зенита футбольной команды ну это все это значит он будет на чемпионате страны ездить по всем городам где играет зенит даже если это будет на последние деньги или на кредит взятый в банке он будет ездить за своим кумиром чтобы лично присутствовать при каком-то особым мистическом действии когда вот вся слава кумира она проявляется во всей полноте он будет желать чтобы он конечно одержал победу изо всех сил будет очень сильно расстроен если кто проиграет наши вот футболисты становятся этими кумирами и они занимают такое вот что ли священное место в сердце их поклонников фанатов что даже кумир не боится это место потерять вот как Криштиану Роналду он спокойно заявил в 16-м году что он гомосексуалист но зато при деньгах как он сказал зато с деньгами с миллионами вот и он же не потерял нисколько даже своих поклонников наоборот его признали лучшим футболистом мира в 16-м году за 16-й год такие же предметом религиозного поклонения может стать не только человек предметом религиозного поклонения может стать любая страсть которую мы с вами разбирали предметом религиозного культа для человека может стать еда может стать блудная страсть ну или по-другому сказать чревоугодия и блуд могут стать смыслом и целью жизни человека что-нибудь может там еще примешаться какая-нибудь еще страстишка я не помню рассказывал Маринетт был такой у меня знакомый у жены у Анны есть подруга и она долго не могла выйти замуж все выбирала выбирала себе принца вот она считала что она ей абы кто не нужен нужен принц и она почему-то решила что я должен участвовать в этом вот я она она всех претендентов на женихи приводила к нам в гости чтобы показать мне а потом послушай что я скажу вот однажды она какого-то парня давно правда это было уже топ-менеджера концерна калина вы знаете такое у нас в Екатеринбурге есть известный концерт концерт вот она его к нам пригласила в гости парень видимо почуял что его куда-то ведут на смотрины и он так в знак протеста он значит купил бутылку абсента на одну треть ее выпил я не знаю наверное из горла и вот в этом состоянии она его привела к нам в гости у него вот такой знаете в пиджаке в пиджак вот так подмышку там на одной руке висит а здесь бутылка абсента он такой под шофе и значит проходит садится ну мы знакомимся разговариваем и он говорит у меня есть только две главные самые важные вещи в жизни которыми я интересуюсь это машины и секс и все и я думаю славьте господи что он сам это сказал мне не придется больше ничего добавлять к этому ну и еще в таком видео Наталья очень сильно разочаровал но просто показательно очень и когда мы там что-то сидели разговаривали не сразу стал ушел он еще сидел разговаривал речь зашла что-то православие и он говорит я не люблю христианство потому потому что оно прививает человеку комплекс вины ваше христианство прививает человеку комплекс вины а я ни в чем не виноват в чем я виноват я не хочу комплексовать на эту тему как вот эти люди которые ходят в церковь в общем видите как-то мы выясняем что если человек любит что-то кроме Бога то Бога он не любит он развернут к нему спиной все что претендует на место Бога в человеке машины секс абсент это все разворачивает человека к Богу спиной и Бог и человек о Боге ничего слышать не хочет он легко открывает двери своей души для любого кумира без проблем запускает туда кого не попадет а Богу нет кто-то не дает ему развернуться к Богу лицом и посмотреть на него ну какими-то другими глазами попытаться его хотя бы увидеть кто-то все время мешает кумиром кумиром для человека одержимого какой-то страстью когда страсть для него становится идолом может стать неодушевленный предмет тот же алкоголь бутылка пива с похмелья для алкоголика все самые святые религиозные чувства они сосредоточены на предмете опохмеления помните рекламу пива сибирской короны полцарства за корону все он все святое растопчет не побоится упасть в глазах у всех людей у всех женщин лишь бы бутылка пива была наркоман за очередную дозу наркотика он готов на все он готов включить все силы своей души в том числе и всю свою религиозность и самоотвержен с риском для жизни для здоровья для свободы своей не боясь попасть в тюрьму он будет стремиться к предмету своего поклонения в дозе мы иногда удивляемся до такой степени человек может быть чем-то одержим вот вчера мы в трое сергиолавре вспоминали всю и рыбаков когда человек пристрастился к рыбалке вот это становится для него может стать с большой долей вероятности настоящим кумиром идол его собственная машина сейчас как-то наверное этого не так много вот раньше когда машины были в дефиците если человек машину купил во-первых он всю жизнь на нее копил он к ней стремился всю жизнь это была его цель машина и вот он ее купил и она у него есть и он на ней не ездит она у него стоит в гараже вот когда-то давно тоже в начале 90-х годов у нас был гараж в гаражном комплексе там в таком подвальном помещении большом я приходил туда по утрам за шестеркой на которой я тогда ездил 6-я матрица жигулей а сосед мой через гараж вот придешь утром он там гараж открыт машина наполовину выкачана из гаража вечером когда приезжаешь машину ставить картина такая же точно и почти всегда я приходил рано а он уже там я поздно приезжаю а он еще там в гараже и я что-то понял что тут что-то не то машина всегда чистая она никогда не бывает грязной такая сиреневого цвета семерка у него была и всегда черные чистые колеса и всегда открытый капот и он что-то там делает в ней она новая он ее вот недавно купил а потом я как-то увидел там его жену его нет а жена есть он ее оставил посторожить гараж открыт он говорит побудете я сейчас приду она стоит там сторожит я говорю а что-то не видно хозяина я говорю где хозяин она когда побежал и вот мы что-то с ней разговорились и она нашла во мне вот собеседника которому я давно хотела как будто это излить это все горе и вот она мне рассказала что он здесь живет она говорит вон видите диван вон у него диван там стоит у него там на книжных полках журналы за рулем какие-то книги по ремонту автомобиля уход уходом за автомобилем и так далее всякая автомобильная это химия ну что только нет она говорит его дома нет мы его не видим вот у него жена машина ну да я просто вот просто из моей жизни что сейчас у нас предметов для поклонения стало на порядок больше действительно у нас сейчас все как будто бы для того и делается чтобы человек приобрел себе еще одного кумира либо вместо того который был либо вместе с тем который есть еще одного и действительно вот гаджеты компьютеры другие какие-то такие знаете цифровые штучки которые сейчас у нас есть они захватывают человека целиком очень рано еще с детства они как-то сразу начинают претендовать на самое святое что в человеке есть на его религиозность и человек может посвятить этому свою жизнь без остатка полностью мы когда начинаем ходить в церковь и пытаемся свою здоровую религиозность развить и реализовать мы видим как это трудно в Евангелии сказано если хочешь идти за мной отвергнись себя в Евангелии прямо так и сказано отвергнись себя то есть про себя забудь возьми свой крест который я возложу на тебя и приходи и следуй за мной то есть вот все целые такая самоотдача человека Богу человек в норме должен посвятить себя Богу без остатка полностью целиком это нормальная религиозность это норма но когда мы это узнаем от самого Бога мы как-то ему не доверяем что-то он слишком много хочет от нас целиком сыне дашь мне сердце твое и мы так дозировано дозировано а вот какой-то страсти мы можем отдаться сразу сразу же в Ветхом Завете есть такая книга песня песни там очень красивые такие есть можно сказать поэтические выражения с которыми Бог обращается через пророк к нам где отношение Бога с человеком описывается в виде ну такой любви жениха к невесте мужчины к женщине и там Бог упрекает ну там он упрекает свой народ Израиль в том что он обращается к своему народу как к невесте что ты перед первым встречным раскидывала ноги всю жизнь и не хотела знать меня вот по отношению к идолам которым мы посвящаем свою жизнь мы такие мы сразу готовы отдаться полностью целиком самый универсальный идол который люди создали для себя не ведая к чему это приведет это деньги то есть материальные блага земные наше земное счастье в виде всяческого довольства какое только можно себе представить с эквивалентом всех этих материальных благ деньгами деньги мы говорим страсть сребролюбия да деньги становятся самым настоящим богом для человека и человек отдается этому целиком будут деньги будет все человек верит в деньги надеется на деньги стремится к деньгам мечтает о них а не цель его жизни он хочет в них успокоиться в общении с деньгами и чтобы как можно больше он хочет найти вот того самого умиротворения которое возможно только в боге для человеческой души мы же видим как это происходит с нами со всеми не с ними с кем-то там там это там за церковной оградой там безобразие все такие жадные алчные все такие стройболюбивые культ наживы без бесчеловечная жестокая рыночная экономика все такое но если мы будем честными по отношению к себе то мы увидим что это наш кумир и хоть каждый день ходи и кайся в этом идолопоклонстве мы изменяем богу с деньгами постоянно каждый день я про других кумиров не говорю вот некий просто очень такое общее место для нас для всех мы видим что никто от этого не свободен что человек легко знаете соблазняется вот как девица легкого поведения имея жениха может увлечься кем-то кто ее позвал и тут вроде свадьба уже сейчас ты станешь чьей-то женой а все равно очень хочется вот так и мы мы имеем христа бога на которого мы должны надеяться все целы и только на него полагаться и больше ни на кого не рассчитывать в жизни вообще ни на кого и ни на что на его место в нашей жизни никто не должен претендовать он должен в нашем сердце воцариться он должен стать нашим господом по первой заповеди это не терпит присутствие никого соизмеримого с ним вообще никого и ничего он для нас все он обеспечивает нашу жизнь тот самый кто сосчитал все наши волосы и конечно все наши деньги он знает сколько у нас денег и знает почему потому что это он их дал столько сколько надо а мы не верим мы считаем что этого мало бог по нашим понятиям он нас все время как-то недооценивает он нам не додает нам вместо него или кроме него нам нужно еще что-то для пущей уверенности в жизни так конечно вера в бога хорошо церковь это хорошо таинство церковное все молитва на бога надежда все ну и деньги тоже нужны а куда без них и при всем том что мы умом понимаем что это несовместимо иоанн златоуст говорит если у тебя есть деньги на черный день спрятаны ты не веришь в бога или бог или деньги деньги всегда претендует на место бога в сердце человека ты зачем деньги припрятал на черный день вот это откуда у верующего человека если бог обеспечивает каждое мгновение твоей жизни всем что тебе нужно зачем тебе деньги на черный день и мы себе этот черный день обеспечивает тем что мы в него верим и мы его ждем мы к нему готовимся и получается так что человек надеющийся на деньги кроме бога он ждет не второе пришествие христа не чает не воскресение мертвых из жизни будущего века а черный день когда денег не будет и очень часто этот день настает чтобы человек разочаровался в деньгах и вспомнил о Боге так было всегда так будет и сейчас с каждым человеком особенно у нас в России из самой России если кому-то вот знаете как всем остальным народом которых Бог не выводил из египетского рабства а предоставлял самим себе Бог им не открывался с этими заповедями этим народом и они продолжали быть самозабвенными такими едва поклонниками Бог это как-то терпел ради своего народа ради того чтобы в этом народе родился Спаситель мира Христос вот так и с нашим народом с русским Бог нам не дает погрязнуть в идолопоклонстве Он нас жестоко наказывал как Он наказывал когда-то свой народ израильский так и нас если мы свою историю посмотрим то мы видим что с нами происходит то же самое что с древним Израилем как только что-то или кто-то занимает духовной жизни нашего народа вместо Бога Бог жесточайшим образом нас наказывает Он не дает нам в этом жить Он сразу бьет по рукам куда рука потянулась наша что-то кроме Бога понравилось мы куда-то туда потянулись сразу бамс и мы терпим унижение своего ну что-ли даже национального достоинства мы терпим полный крах помните все мы любили сравнивать с 13 годом 1913 годом вот чего там Россия достигла к этому году и там какие были показатели экономические и что мы вступив в первую мировую войну были в нескольких шагах от того чтобы стать единственной сверхдержавой нам нам не хватило пару месяцев копилят некоторые истории историки чтобы стать центром мира а зачем это нужно центром какого мира этого мира от этого Россия к 13 году Россия в духовном смысле деградировала предельно место Бога там заняло огромное количество разных кумиров в том числе и деньги в том числе и власть в том числе и идеи какого-то мирового лидерства мирового господства может быть даже нет именно тогда когда мы были больше всего обольщены и хотели и вот уже вот-вот Бог нам раз и все обломал и мы вот уже сто лет прошло мы никак не можем очухаться после этого сейчас 17-й год наступил и все вспомнили что было сто лет назад в 17-м году тут где-то в интернете такая злой такой юмор конечно фотография царя Николая конец 16-го года где он стоит такой в своей полковничьей форме на фуражке военной улыбается и подпись 17-й год будет лучше так вот Бог нас очень тщательно уберегает от кумиротворчества от иного поклонства он говорит что все кроме меня с чем вы сталкиваетесь в жизни претендует на мое место чтобы разлучить меня с вами вас со мной поэтому будьте предельно осторожны не давайте никому и ничему занять моего господствующего положения в вашей душе в вашей жизни он говорит я господь и больше никто он там в той заповеди говорит да не будет у тебя других богов кроме меня из тех что есть из тех кому люди уже поклоняются как богам и он говорит и не сотворите себе ничего нового ничего другого чтобы не появлялось в вашей жизни иначе вы погибнете это смертельно опасно человек который то что предназначено в его душе для бога растрачивает на кумира этот человек становится потерянным для бога мы ведь на своих кумиров растрачиваем иногда без возможности восстановить все то что было предназначено для бога мы вот видим что люди ходившие в церковь и увлекшиеся чем-то или кем-то каким-то учением оказавшиеся в какой-нибудь религиозной секте они потом не могут вернуться в церковь там как вы знаете пылесосом высосало из них всю их религиозность они абсолютно опустошены они ничего не хотят они в унынии в тяжелом иногда в депрессии находятся они уже не хотят ничего слышать ни в кого Бога ничего не полностью разочарованы они ни в кого не хотят верить они уже даже иногда жить не хотят действительно кумиры они съедают в нас то что предназначено для нашего спасения для нашей вечной жизни с Богом мы на кумиров это все растрачиваем еще здесь на земле и нам потом с Богом жить нечем нам оказывается потом нечем жить с Богом так нас выпотраживают наши страсти чем они страшны потому что они высасывают из человека все в том числе и все святое что в человеке было предназначено для Бога я уж там про здоровье не говорю про благополучие земное какое-то чего мы лишаемся из-за наших страстей главная опасность это в том что страсть уничтожает в нас то что принадлежит только Богу вот наше сердце то место которое законное место Бога которое только Ему принадлежит оно опустошено христианство говорит что человек это дом который Бог построил для себя чтобы там жить если там не живет Бог хозяин в этом доме то дом никогда не бывает пустым туда сразу без разрешения без спроса лезут воры Христос ведь не зря говорил что все кто приходили до меня суть воры и разбойники а до него приходили все боги которые были в истории человечества они есть сейчас те кто приходили до него и они продолжают занимать свое положение в жизни огромного количества людей и они и они составляют предметы религиозного культа и основы духовной нравственной культуры туда лезут разбойники но для того чтобы опустошить дом не для того чтобы его благоустроить обогатить примести туда еще как хозяин знаете хозяин все в дом все в дом несет если он заботится о доме своим а вора нет все из дома они все тащат дом опустошают и вот наши кумиры это эти воры и есть мы туда их добровольно опускаем даже если мы туда их не пустим они сами залезут ты в дверь не в окно мы только в церкви обнаруживаем что ну почти всю свою жизнь мы были очень религиозными людьми на самом деле даже если мы были атеистами мы в бога то не верили конечно в того самого которому поклоняются христиане мы категорически в него не верили но его место было занято кем-то или чем-то обязательно было занято и мы вели такую можно сказать иногда полноценную религиозную жизнь ведь скажем те кто боролись с Христом в годы советской власти это ведь были очень религиозные люди очень убежденные они боролись с богом как будто он для них все-таки был ну как можно бороться с тем кого нет они посвятили борьбе с несуществующим богом всю свою жизнь то есть они на это истратили всю свою религиозность а помните наше вот это идолопоклонство советское какое было замечательное язычество у нас на христианские темы у нас была троица святая помните Маркс Энгельс и Ленин их изображали прямо в виде такой троицы везде у нас были был свой пантеон святых в каждом общественном месте можно было встретить портреты членов политбюро и на первомайские демонстрации несут хоругви с изображением членов политбюро еще живущих еще здравствующих а съезды цк КПСС это же поместный собор поместный церковный собор вот они эти небожители мы вчера были во дворце съездов я вспоминал эти телевизионные трансляции из дворца съезда народ в зале сидит замер ждут и вдруг диктор говорит и вот на сцене появляются члены политбюро центрального комитета коммунистической партии советского союза первым идет генеральный секретарь цккпсс леонид ильич брежнев за ним и там дальше все перечисляют и все зал встает все аплодируют и они тоже аплодируют друг другу да 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 а мы тогда это для нас затрагивало все самые святые струночки нашей души наша душа действительно трепетала при виде этого всего потому что что происходит священное действие что-то очень такое важное серьезное и первое первомайские демонстрации это крестные ходы эксплуатировалась христианская традиция и ходили с удовольствием таких крестных ходов еще надо было поискать лучшие времена чтобы все по разнорятке по разнорятке выходили на первомайскую демонстрацию попробуй не пойди все ходили как я в институт поступил и мы пошли осенью осень как раз 7 ноября мы пошли на демонстрацию 7 ноября у нас в Свердловске тогда еще и надо же кричать какие-то лозунги и вот там кричать да здравствуй сначала там дикторы коммунистическая партия Советского Союза да здравствует там ленинский комсомол там тра-та-та-та-та-та тут на наши шестикурсники давай орать да здравствует наш любимый ректор Василий Николаевич Климов потом их вызывали на бюро комсомола института и распекали за это вот это вот да здравствует да здравствует здравец многолетие все было взято из церкви мы в общем-то жили в такой достаточно церковной атмосфере только все шиворот на вывод видите и нравственность своя была и свои структуры которые следили за соблюдением людьми этой нравственности были месткомы были был комсомол была пионерия помню как нас распекали на бюро нашего школьного комитета комсомола за то что мы с друзьями вместо урока литературы ходили в баню но наглели на самом деле вот нам нужно это очень хорошо отражать в себе мы обратите внимание заповедь была дана за полторы тысячи лет до рождества христова и она сама по себе один факт ее существования это заповеди он никого не изменил и даже жестокое наказание своего народа богом за уклонение в язычество а евреи то и дело уклонялись в язычество язычество ужасно соблазнительно они находились в языческом окружении бог запретил общаться с язычниками вообще стоять с ними на одном гектаре если уж вернулись из вавилонского плена иудеи сохранившие представление о живом боге и о заповеди то те остатки народа которые перемешались с язычниками стали самарянами и восприняли языческую веру перемешали ее с верой отеческой не подходить близко это даже не люди это собаки с ними даже нельзя молча стоять рядом опасно и тем не менее евреи то и дело забывали про бога и создавали себе кумиров все время за что были жестоко наказываны богом ну и в конце концов все этим и закончилось кумиром для евреев стали заповеди заповеди стали кумиром они заняли место бога и ради соблюдения заповеди евреи попускался всем раз бог так жестоко наказывал за их соблюдение что все шатнулось в противоположную сторону и заповеди заняли место бога вот та же суббота мы в евангелии видим как обожествели евреи заповеди сам бог пришел и в субботу как нарочно исцеляет людей в самом святом для евреев месте в синагоге и все и у бога проблемы появляются суббота есть заповедь они так говорят есть заповедь есть другие дни которые можно приходить исцелять субботу суббота день покоя все и это под угрозой смертной казни нельзя нарушать эту заповедь и до сих пор до сих пор мы были когда в ноябре там нам рассказывали мы на себе это почувствовали этот закон кашрута о том что на одном столе не должно быть одновременно мясных и молочных продуктов по ветхозаветному представлению о том что сказано богом ни в коем случае не вари мясо ягненка в молоке его матери это было воспринято до такой степени буквально что у евреев до сих пор представляете с ветхого завета до сих пор не должны на одном столе находиться молоко и мясо и вот там для туристов значит так утром первоклассные свежие натуральные молочные продукты йогурты там сметанка творог все но вся колбаса и вся нарезка вся искусственная и сои выглядит как мясо а вечером на ужине наоборот абсолютно натуральное очень вкусное замечательное мясо и искусственные молочные продукты тоже вкусные мороженое там все такое а у Игоря Бубермана тут недавно прочитал четверостиши я конечно не помню наизусть но там сводится все к тому что у еврея должно быть два унитаза дома один для молочной и другой для мясной пищи ну и суббота точно так же у еврея начнется как мы с женой пошли прогуляться по Иерусалиму вечером пятницу все пятница вечер это начало субботы и евреи ортодоксы там из своих организаций из своих учебных заведений где они студенты и там преподаватели вот в их лапсердаках и в своих шляпах они бегом бегут домой бегом потому что наступает суббота должен быть день покоя нужно дома находиться все в субботу можно сделать только там определенное количество шагов не помню сколько сидеть можно у меня одноклассник мой Сашка Стариновна уехал в Израиль еще в начале 90-х он значит жил в доме и у него была соседка и вот он говорит я слышу она кричит в субботу Саша Саша она там какое-то поколение наших репатриантов он говорит я думаю что с ней случилось я к ней захожу в квартиру говорю что такое она говорит Сашенька я тебя очень прошу закрой пожалуйста дверь холодильник а то он разморозится она сидит в кресле вот холодильник пожалуйста она не лежачая она могла встать закрыть нельзя и что стало с Христом ради соблюдения заповеди Христос знал на что он напорится он напорится на неправильно понятой заповедь на обождествление евреями самого закона апостол Павел говорит законом не спасается никакая плоть вот если бы он это сказал евреям его бы тут же убили тут же долгу не сносить и Христос тоже пока он говорил обращаясь просто к евреям и что-то там им разъяснял они его слушали но как только он сказал что заповеди имеют какое-то отношение и к другим народам сколько было вдов в Израиле во времена пророка Ильи и только к одной из них пришел пророк Илья гудовев сарепту Сидонскую а это язычница или к Симону Кириньянину прокаженному тоже не помню как там его звали все тут же они взбесились тут же его схватили и вот тогда они пошли его сбрасывать со скалы если заповеди кроме нас имеют отношение еще к кому-то это это смерть это страшное богохульство вот мы в христианстве только мы начинаем от этого освобождаться заповеди нам нужны мы их с вами не зря разбираем и мы должны осознать себя рядом с каждой заповедью где мы находимся и мы видим что мы хуже евреев у нас все покорежено у нас представление о нравственности оно ну вот такое какое наверное было у евреев когда бог их вывел из Египта такое же и нам тоже предстоит преодолеть в себе эту ну не обижайтесь пожалуйста это правда эту нравственную тупость нам нужно оживить для себя заповеди в церкви если мы с вами христиане нам не нужно проходить с вами сорокалетний путь мытарства по пустыне и не нужно проходить всю полуторатысячную историю тысячелетнюю историю древнего Израиля нам нужно уверовать в Христа верой в Христа в наше сердце водворяются ветхозаветные заповеди в нормальном виде в нормальном не искаженном и мы способны с вами вот говорить о том что такое вторая заповедь или первая заповедь в здравом понимании что это такое мы можем говорить и понимать друг друга вполне чтобы вот это стало возможным такое здоровое восприятие заповедей понадобилось полторы тысячи лет нещадного избиения своего народа Бога чтобы родился Христос и чтобы заповеди были восприняты Духом Святым которого Он послал нам в качестве утешителя в разумителя который наставляет нас на всякую правду если бы мы были с вами не христиане то мы бы были нисколько не лучше этих людей мы бы точно так же как мы в советские времена чтили кодекс строителей коммунизма мы бы точно так же это делали жизнь свою поверяли бы по этим правилам или по уголовному кодексу так я хочу это сделать как в том фильме операция а статья 38 до 5 лет не, не буду не буду делать а так этот закон оказывается написанным на наших сердцах и обращаться к христианину вообще-то вот с этими заповедями это неприлично если мы христиане то ну в среде христиан об этом говорить мы витон ну что мы будем говорить сейчас там не убей не укради там чти отца и мать твоих просто мы не такие уж христиане и нам сейчас вот нынешнему поколению людей в это в наше постсоветское время нам нужно снова пройти эту школу но уже в христианском преломлении мы должны увидеть эти заповеди ветхого завета будучи новозаветными людьми став новозаветными людьми преображенными благодатью божией в церкви а потом по этим заповедям поверять свое поведение нравственное они нам в этом смысле очень даже являются большим подспорьем вот ну хорошо опять мы в режиме монолога пообщались какое-то время если какие-то вопросы есть пожалуйста задавайте по этой заповеди может какие-то другие есть вопросы можно знаете я так поняла что сейчас послушаю все подробно мы читаем эту литературу я знаю что мне надо этим генеральным местом во второй заповеди конкретно вот но в то же время мы уже обсуждали такую тему да что человек не избавится никогда от страсти полностью как тогда ну да я буду стараться да допустим я буду стараться все-таки видеть что я делаю на самом деле и для кого я это делаю и для себя лично или для Бога или для своего ребенка или для своих родителей или для работы ну то есть ставить как-то приоритеты ну это реально вот вы знаете нет нет я за вас очень рад если у вас появилась вот эта потребность на генеральную исповедь по поводу вот конкретной заповеди и у нас даже ведь есть такой ну вариант подготовки к исповеди именно по этим заповедям и сколько раз не ходи всегда есть о чем поговорить на исповедь вот для нас для христиан заповедь перестает быть самоцелью мы трезвомыслящие люди христианин это самый трезвомыслящий человек на земле и он понимает предел своих возможностей он понимает что он никогда идеально ни одну из этих заповедей исполнить не сможет и заповедь ему нужна для того как говорил апостол Павел с заповедью познается грех вот за его за это тоже убили бы если бы он сказал это евреям где-то один на один с ними для чего нужно заповедь чтобы мы ставя себя рядом с ней видели какие мы на самом деле и чтобы это нас смиряло чтобы у нас никогда в жизни не появилось представление что мы выполнили заповедь да вот раньше то я да раньше я конечно безобразничал все а сейчас то все я по заповедям живу с утра до вечера в христианстве это просто невозможно заповеди вечные они не временные они вечные и они актуальны всегда для всех поколений людей пока мы здесь живем поэтому это очень хорошо что в очередной раз пройдясь по заповедям нам хочется сходить на исповедь это очень хорошо это говорит о том что у нас присутствует какое-то живое общение с Богом и мы посмотрели на себя его глазами в свете его заповедей и у нас никакого самодовольства а наоборот мы видим в себе только одни недостатки в свете этих заповедей да то что мы избавляемся от каких-то кумиров они перестают быть для нас кумирами мы им не поклоняемся мы ощущаем только по покаянию по своим только потому что мы сознаемся в этом перед Богом на каждой исповеди я не хочу быть таким я не хочу поклоняться деньгам я не хочу поклоняться никаким людям даже самым властным и там влиятельным я не хочу на них надеяться я хочу надеяться на Бога но я вижу как во мне это живо мы всегда благодаря заповедям чувствуем себя находящимися на какой-то чуждой нам территории Богом наша духовная территория оккупирована дьяволом и бесами и мы видим что даже при нашем горячем желании изменить свою жизнь всегда есть кто-то кто влияет на наше умонастроение на наши мысли чувства кто-то хочет их развернуть в противоположную сторону мы видим мы чувствуем всегда присутствие этой темной духовной реальности мы ее не боимся она нам нужна для того чтобы мы не теряли тонус заповеди это то что держит человека в тонусе всегда никогда не даст нам расслабиться но вот это вот заповеди были даны народу Божьему чтобы в его среде родился Христос не весь народ правильно относился к заповедям большая часть народа не понимала этих заповедей и всегда их извращала но в этом народе была маленькая такая с волос толщиной струечка веточка одна которую Бог каким-то особым таинственным образом культивировал именно в этих заповедях передавая их из поколения в поколение и именно вот в этой веточке народа Божьего родилась Дева Мария как-то Бог как-то дьявол этого не заметил представляете как Бог его обхитрил он ждал кого-то из колена Давидова о ком все говорили из царственного рода а Бог как-то раз и вот эту веточку обескровил материально она оказалась нищей обнищала и дьявол там уже не искал он как-то отвернулся он уже даже краем глаза перестал смотреть в это направление и именно там родилась Дева Мария заповеди нам нужны чтобы в нас родился Христос чтобы Рождество Христово которое мы сейчас все еще продолжаем отмечать было для нас таким перманентным событием всегдашним чтобы он родился для нас а там свобода во Христе уже свобода от этих заповедей ведь страшно сказать когда апостолы собрались на свой первый апостольский собор чтобы решить да эти евреи апостолы они ничего не имели против того что Христос позвал в свою церковь и язычников тоже и даже наоборот они шли проповедовать Христа язычников эти апостолы но стоял вопрос а язычникам людям которым Бог не открывался с законом вот с этим светкозаветным заповедями язычникам нужно соблюдать заповеди Моисея или нет знаете что они решили нет не нужно они лучше чем кто бы то ни было знал что заповеди закона благодатно вселяются в человеческое сердце вместе с верой в Христа все веткозаветное достояние становится достоянием язычников то что принадлежало только народу Божьему становится достоянием язычников даром даром только благодаря вере в Христа но язычники познакомившись с заповедями они поняли что они настолько не соответствуют тому мнению которое было о них у апостолов что им заповеди то нужны и мы эти заповеди бережем чтим сохраняем передаем из поколения в поколение как вообще все веткозаветное писание ну ладно еще вопросы а вот преклонение и любование это разные ну например я любую с западом я любую с будущим садом это что я смотрю в мир я любую с пением голосом певицы нет вы знаете нам ничего не угрожает на эту тему если мы с вами верующие в Христа люди человек верующий в Христа он видит в закате или лучше сказать за ним он видит Творца христианину есть кого поблагодарить за закат не сам закат не солнце что оно такое красное и такое разноцветное там облака а именно Творца который так все красиво прекрасно устроил точно так же и голос человека мы вчера слушали хор в Алламском монастыре в Кремлевском дворце хотелось петь Богу песню восхвалять Бога хотелось за такие голоса и они воспевали Бога это рождественский концерт и слушая их хотелось победную песню в Апияж самим петь Богу как это прекрасно что Бог сотворил человека и так так его одарил такими дарованиями талантами и так во всем и мы будем с вами в безопасности если мы верующие люди в Христа человек не верующий в Бога который дал вот эти заповеди не сотворить себе кумира он рискует от любования перейти к поклонению как мы с вами рискуем от любви к святому перейти к поклонению ему как Богу вот едем когда трое сергию лавру мы очень любим святого преподобного Сергия Радонежского очень любит но иногда вот там за словами которые там слышишь такое чувство что лавра это не место пребывания Бога Творца Троицы в Троицком соборе а это место пребывания божества в виде Сергия Радонежского преподобный там преподобный мы к преподобному и так далее да 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 мы мы почитаем его как святого величайшего святого земли русской да но мы видим как тонка эта грань как можно легко ее перешагнуть и он займет место Бога в нашей жизни как это произошло и происходит с Матроной Московской нам нужны святые это наши лучшие друзья самые надежные друзья из людей которые были рождены от отца и матери это безотказные друзья которые нас никогда не оставят не забудут и всегда о нас побеспокоятся если мы будем их о чем-то просить если мы будем к ним обращаться но мы не должны никогда забывать что это угодники Божии и они не сами по себе нам что-то раздают благодать а они Бога просят мы их просим помолиться Богу за нас святые угодничи Божии преподобный отче Серафиме моли Бога о нас у нас даже знаете ну помните была иконоборческая ересь тяжелая чуть ли не на сто лет растянувшаяся в истории церкви она возникла у нас под влиянием ислама который тогда занял на на земле уже господствующее положение почти вся экумена была занята мусульманами а мусульмане не терпят никакого изображения у них это жестко есть заповедь во второзаконии не создать себе никакого кумира вот эта заповедь вот которую мы сейчас забираем там же у них есть продолжение и не делая себе никакого изображения ни человека ни животного ни рыбы ни никого никакого изображения не делая мусульмане это воспринимают буквально евреи тоже буквально воспринимают конечно с воплощенным богом все изменилось бога не видел никто никогда до тех пор пока он не стал человеком и сам не сказал кто видел меня тот видел и отца и тогда мы можем изображать и даже нужно изображать бога это нам помогает выстроить отношения с ним и поклоняться ему в духе истины нам нужны иконы но вот ислам упрекнул христиан видово поклонства и мусульмане напомнили нам про эту заповедь и христиане вдруг испугались и те от кого зависела политика империи Лев Савр и Константин Капронин сын его императора они запретили почитание икон чтобы находиться с исламским миром в добрососедских отношениях чтобы у мусульман не было к нам вот таких претензий было решено попуститься вот этой стороной христианской культуры изображением бога и святых и мы начали серьезное гонение анафематствование тех кто почитает иконы уничтожение икон и это продолжалось там еще нескольких поколений людей тяжелейшая была ситуация и до сих пор вот как только человек отходит от христианства от церкви католики отпав от церкви они перестали писать икон они сначала у них приобрели вот такой натуралистический характер и иконы и росписи храмовые а потом они перешли к скульптурам от икон перешли к скульптурам которые так то вот с точки зрения христианства уже как это на грани фола в плане идолопоклонства а протестанты вообще считают иконопись и поклонение почитание каких-то священных предметов считают идолопоклонство видите как интересно и только православие сохраняет это здравое вот это вот отношение к жизни когда раз мы телесны то в нашей религиозной жизни должны быть материальные предметы которые мы можем видеть слышать обонять осизать трогать прикладываться потому что мы телесны сами и наша религиозность захватывает всю нашу природу в том числе и тело и органы чувств мы должны воспринимать все что связано с Богом всеми чувствами которые у нас есть на теле и в православии это все есть мы вот как сегодня отец Алексей там говорил мы маслечком мазались из Афона от царственных страстотерпцев от Александра Невского Александра Невской Лавры вот и Ладан то мы привозим с Афона и к одним этим Ладаном прекрасным чтобы его обонять и у нас икона Серафима Саровского сегодня на праздничном монологе с частичкой мощей и тоже трое Сергия Лаври все мы идем сначала хозяин Лавра мы идем к преподобному Сергею Радонежскому к нему прикладываемся к его мощам потом Серепионов предел ко всем мощам которые там есть мы вчера опять прошли это не Долопотловский нет это полноценная духовная жизнь когда мы поклоняемся Богу в духе и истине через то чем через те предметы которые Бог осветил церковь освещает этот мир и благодать Божья она пронизывает этот мир во всем и где-то мы знаем она сконцентрирована там где было вот это вот сосредоточенное многолетнее поклонение Богу в духе и истине там пропитана благодатью Божьей даже плоть человеческая даже мертвая плоть мощь святых и мы этим пользуемся мы всем пользуемся мы ни от чего не отказываемся нам все пригодится ну ладно а вот мы мы говорим я раба Божия да мы раба а вот мне дали молитву к Архангелу Михаилу и там такие слова услыши я обращаюсь к Архангелу к Михаилу и там слова услыши меня рабу твою вот твою у меня смутило это слово то есть я тоже и раба Архангела Михаила или нужно говорить меня рабу Божьей рабу Божьей потому что эта молитва написана что была еще до революции сотворена ну вы знаете у нас можно встретить такие смущающие тексты когда мы Богородице говорим Пресвятая Богородица спаси нас и что мы ее называем рабы твои себя называем ее рабами понимаете это лестница к Богу святые Богородица это лестница к Богу мы ее так и называем лестница к Богу поэтому мы обращаясь к ней мы обращаемся к Богу вот прямая речь к Богородице или какому-то святому это в общем-то речь обращенная к Богу мы как бы говорим знаешь что ты ему скажи вот как и вот идет наша прямая речь чтобы Богородица или святой прям вот это дословно передал понимаете и вот это трансформировалось приняло вот такие формы которые людей неверующих может смущать мы ведь нас мусульмане упрекают у них это не срастается молитва честному кресту вот у вас заповедь несоответствия кумира вы молитесь честному кресту как живому существу да но это непростой крест это орудие нашего спасения на нем был распят Христос и мы знаем что такое крест осенение себя крестом это уже молитва то что я ношу на себе освященный крест распятым крестом это моя безмолвная молитва обращенная прямо к Богу и для нас крест и Бог становятся понятиями неразделимыми у нас не было бы связи с Богом вообще никакой если бы не было креста на котором был распят Христос и в нашем сознании христианском это появление это такой путь через крест к Богу так что мы прямо это выглядит как обращение к кресту как к живому существу да это не идолопоклонство это такой элемент христианской культуры где мы за всем что нас окружает особенно за тем что считается для нас святынями мы видим самого Бога вот почему после того как была побеждена ересь иконоборчество было повелено и до сих пор этого никто не отменил постановление чтобы церковного чтобы иконы располагать везде на стенах домов на улице на перекрестках дорог прямо на дороге вдоль дороги в виде там верстовых столбов чтобы были святые изображения обязательно это нас связывает с Богом это нам напоминает о Боге крест это то что напоминает нам всегда о Боге мы Бога всегда вспоминаем поэтому это вот это понятно только христиан представляете при том что мы знаем про эту заповедь и мы знаем как опасно для человека особенно для христианина как опасно идолопоклонство поклонение каким-нибудь там идолам и так далее мы это все прекрасно знаем и при этом мы не отказываемся от молитвы честному кресту никогда ни за что в жизни потому что мы знаем как эта молитва сильна мы там упоминаем имя Господа Иисуса Христа распятого на тебе Господа нашего Иисуса Христа в ад шедший я поправшись в силу дьяволю вот мы на что рассчитываем вот на это и мы знаем как это действует на бес эта молитва поэтому мы с ней никогда не расстанемся как мы не расстанемся знаете как диабетик не расстанется с инсулином попробуй отнимем у него инсулин не смертью потом так и мы мы всем этим дорожим мы знаем что это прямая наша связь с Богом призывание имени Иисуса Христа как бы мы этого не делали это родилось не как что-то ветром надутое в человеческую голову молитва честному кресту а как многолетний многовековой опыт общения человека с Богом в церкви мы от него новое поколение христиан которые пришли в церковь мы не должны подвергать это сомнение если это в церкви есть значит это драгоценность и ей надо пользоваться а людям не церковным это может казаться чем угодно даже идолопоклонство пожалуйста это их дело мы лучше их знаем что такое идолопоклонство для нас Мухаммед точно не является идолом пророк Мухаммед так называемый можно 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 конечно это оправдано вполне это верховное существо небесное честного креста мы мысли мы все же даже могут конечно с рамом с плевать безумно и здесь уже Господа вместе с крестом вместе да честной крест это крест распятым на нем Господом Иисусом Христом это не абы какой крест молитва честному кресту поэтому ведь не случайно у нас во всех храмах таким главным церковным изображением которое человек встречает как только вошел в храм является распятие большое распятие в полный рост человеческий иногда даже и больше так что это очень важно еще вопросы да 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 насквозь и знаете, откуда растет эта проблема. То есть я хотела, возможно говоря, увидеть, может быть, маленького человека, маленького ребенка или достаточно большого, может, подростки, что у него есть уже несколько проявлений. Вот как это привести к примеру? Например, если человек, скажем, становится трубцем, да, если размотать эту тему, то Бог, допустим, приводит к чему-то каким-то таким, в семье, скажем там, ну или отец властный, какая-то такая травмирующая ситуация. Если здесь, вот на прошлой лекции, наверное, на позапрошлой вы говорили про рост ревролюции, вы сказали, что одни люди могут под этим образом как бы сломаться, а другие, допустим, не могут сломаться, они будут, ну, ребята, скажем, в благотворительных, в помогать людям. И вот можно ли вот распознать по каким-то, вот уже, скажем, да, когда человек, подросток, можно ли вот на ребенка верить, вот он встанет на это какие-то или не станет, может быть, какие-то вот разговаривали о детстве вот этих вот людей, с которыми мы все время уже дневно сталкивались, может быть, есть какие-то вот отличительные черты или – Ну, понятно. Вы знаете, здесь есть определенная опасность. Конечно, когда у человека есть опыт какой-то профессиональный, он может делать какие-то выводы, общаясь с людьми, ну, более, что ли, такие пространные и глубокие, чем человек не профессионал, может быть. Но все-таки это слишком далеко, это не должно простираться. Для нас будущее каждого человека сокрыто. Наше будущее сокрыто, его нет, мы не знаем. И нам даже предполагать развитие событий нужно очень аккуратно, очень. Даже вот при всей очевидности того, что вот я знаю по собственному опыту, что если сейчас вот так, то будет вот так. Я многократно это проходил, сам исследовал, видел, был этому свидетелем. Когда я встречаюсь с наркоманом, я выясняю его историю болезни, я вижу, что они очень схожи, их биографии схожи. Там есть очень такие типичные узловые моменты в их судьбе. Но все-таки я никогда не должен делать обобщения, ну, такие, знаете, фатальные. Фатальные, ни в коем случае. Потому что есть множество и других примеров. Когда все то же самое, но человек не стал наркоманом. У него родственники все алкоголики, он алкоголиком не стал. По всем законам природы он должен был стать алкоголиком, а он им не стал. Мало того, он стал трезвенником, этот человек. Он не прикасается к алкоголю именно потому, что он насмотрелся на проявление алкоголизма в своей семье. И он трезвенник, убежденный и трезвенник. А другой человек при такой же точно биографии, он с большой долей вероятности станет алкоголиком сам. И потом свой алкоголизм будет этим как раз и оправдывать. Пил мой дед, пил мой отец, а я что? Нет, мне ничего не остается. Поэтому нас Бог как раз от этого уберегает. Он говорит, будущего нет, не надо заглядывать. Судьба человека, суд, судьба это суд Бога. Вот как Бог даст, так и будет все происходить. Да, человек может развернуть свою судьбу действительно самым коренным образом. Сам человек. И те, кто рядом с ним. Мы можем изменить течение событий. Мы можем разрушить любую причинно-следственную связь. Если мы будем обращаться к тому, кто творец всех законов природы. К Богу. И он может позаботиться об этом человеке так, что все потом будут удивляться и поражаться. Как это могло с таким человеком, так могло произойти. Это просто невозможно. Вот. Это нас очень утешает. Потому что уж если бы было слишком все так детерминированно в нашей жизни. Вот так все обусловлено. И мы могли бы, исходя из своего опыта, предсказывать события и судьбы людей, как бы это было скучно. Как бы это было все, знаете, неинтересно. В каждом человеке живет неизвестная судьба. Мы не знаем, что с ним будет с этим человеком. Вот в центр приходят иногда ребята, но совершенно безнадежные. Когда я со всем своим опытом сам для себя решаю. Бесполезно. Бесполезно. Бесперспективно. Ничего не получится. А потом получается так, что именно он становится самым перспективным выздоравливающим человеком у нас в центре. Кто так позаботился о нем? Кто изменил ход событий, казалось бы, уже на 100% обусловленный? Мы не знаем. Но это происходит сплошь и рядом. Поэтому слишком переоценивать свой опыт, а тем более способность видеть кого-то насквозь, не надо. Мы никого насквозь не видим. Я сплошь и рядом ошибаюсь. Я как врач столько лет работаю с людьми, с наркоманами, я сплошь и рядом ошибаюсь со своими прогнозами. И я очень этому рад, что меня Бог все время в этом разочаровывает. Потому что такая врачебная гордыня, знаете, она все время тоже так соблазняет. Да, я знаю это все. Уже сто раз ты проходил-то. Я как облупленных всех знаю. Ничего подобного. Я никого не знаю как облупленных. Человек это тайна. Каждый человек. Гены передаются? Наркомания, алкоголизм? По генам? Да. Ну конечно передаются. 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 Но гены это не приговор. Вот даже хромосомы не приговор. Тут недавно показывали, где-то в интернете я смотрел. Молодая женщина, даун, даун, работает врачом-окулистом. То есть она закончила медицинский университет, получила диплом врача. А даун это, ну как бы, априори, такое серьезное интеллектуальное снижение у человека. Что не дает ему возможности получить высшего образования. У него серьезные задержки в интеллектуальном развитии. А так она работает и успешно работает. Так что гены это не приговор. Тяжкая такая грузка. Дополнительно, знаете, гантеля в кармане, которую ты носишь с собой. Но ты к этому грузу можешь привыкнуть. Знаете, как человек привыкает к новому весу. Весил он там 70 килограмм. Ходил легко, свободно. Потом растолстел, стал весить 90. А ходит все равно легко и свободно. Привык. К этим 20 килограмм. Так и наши гены. Вопрос. Какой вопрос. На что вы будете у фитхатских семенных клубов трезвостей. Как они, на ваш взгляд, организованы? Какие приоритеты расставлены? Уже никакой наставник, так сказать, с отрядом к самому клубу, да? Какие, может быть, такой специальность, да? Артиллоперс. Какие. Ну, я могу сказать вам, как организован клуб трезвости, вот которым я сейчас стал заниматься. Я никогда этим не занимался, никакими приходскими клубами трезвости. У нас вот был только революционный центр, который на территории православного прихода. Это наш клуб трезвости. Вот он основан на православном вероучении, на православном учении о страстях. И мы этим занимаемся в течение года. Вот. И мы стараемся не исказить христианского отношения к миру, в котором мы живем. В том числе и к алкоголю, и к наркотикам, и ко всему. Мы занимаемся проблемами людей, их страстями. И пытаемся их научить выздоравливать в церкви с Божьей помощью. Вот очень хорошо было бы, если бы наши клубы трезвости, которые организуются при приходах, они придерживались этих же принципов. Никуда не уходили за православное учение о человеке. Не выходили. Ничего нового не изобретали. Специально такое. Чего раньше никогда не знали в церкви. Вот. Вот. И вот сейчас у нас там в святом Владимирском приходе, недалеко от моего дома, вот по четвергам я хожу и провожу занятия в этом клубе трезвости, который назвали «Трезвая семья». Вот там ходят разные люди. Там ходят и сами люди зависимые от алкоголя, от наркотиков, выздоровевшие в церкви, выздоравливающие, их родственники ходят. Просто уже начали ходить там желающие, там послушать, позадавать вопросы какие-то с этим связанные. Потому что это так или иначе сейчас всех касается. Вот. И хорошо, когда такие клубы сосредоточены не просто на отрезвении людей, чтобы отводить их от алкоголя и наркотиков, а на том, чтобы привить им трезвение как христианский добродетель. Вот об этом нужно говорить. Что для Бога ценно в нас не трезвость сама по себе, а наше трезвение как наше духовное устроение. Трезвение. Это вот внимательно отношение к своим грехам, к своим страстям. Это вовремя видеть свои ошибки и вовремя их исправлять покаянием. Это страх Божий. Основа трезвения нашего, это страх Божий. И стремление его не потерять. Вот это мы должны в этих клубах трезвости культивировать. И мы не должны считать своим поражением или неудачей, если с кем-то из этих клубов происходит падение, рецидив болезни. Вот. Богом покущен. Богом покущен. Чтобы человек снова встал. Мы видим ведь с красной нитью и через Священное Писание наше Святое Предание призыв человека не унывать, когда он падает. Сколько раз упал, столько раз встань и иди снова. У Христа нет призыва к тому, чтобы встать и больше никогда не падать. Нет. Есть призыв к покаянию. И это наше всегдашнее состояние до смерти. И у нас всегда будет в чем каяться. В том числе и в тех падениях, которые у нас будут происходить. Но наше трезвение может стать таким устойчивым состоянием нашей души, что мы никогда не будем падать вот по этой страсти. Клубы трезвости должны подогревать интерес человека к трезвению, к борьбе со страстями своими. Они должны быть на это рассчитаны. Они не должны стать терапевтическим сообществом наподобие групп анонимных алкоголиков, где люди просто актуализируют свое пьянство, свой алкоголизм. Все время актуализируют. Где они говорят, я алкоголик, я наркоман и так далее. Вот мне это не нравится. Мы должны о другом говорить. Мы должны тему для разговоров сменить в этих обществах трезвости. А так ничего там специально не надо. Там каких-то дополнительных уставов что-то там вносить. У нас в церкви есть все. Нам нужно просто... Да, и конечно хорошо, если там будет лидер какой-то в этом клубе. Может быть сам прошедший путь выздоровления и укоренившийся в церкви, в церковном образе жизни, кто обладает каким-то такой харизмой, чтобы он мог людей привлекать к этому ко всему, заинтересовывать. Конечно хорошо. Чтобы это не было собранием без лидеров. Я тоже должен такие был. Не обязательно. Нет, батюшке вообще некогда этим заниматься. Я вам скажу по секрету. Батюшке эти клубы трезвости, они вот так... Некогда им. Некогда. Вот хорошо в этом храме Свято-Владимовском. Отец Сергий, он молодой. У него еще там детей нету своих. Жена у него только матушка беременная. Вот матушка родит, наверное, не перестанет ходить на эти занятия. А так он там ходит, просто контролирует, там светит, вопросы сам задает, он направляет как бы так, чтобы мы там никакой ереси не несли. А так должен быть обязательно лидер. А так я был на одном тоже собрании, тоже меня пригласили. Вот они пришли, сели, сидят молчат. Ну что, братья и сестры, о чем поговорим сегодня? И все. Кто-то должен быть тамадой, кто-то должен вести эти собрания. Должна быть разработана тема общения, должен быть план этих занятий тематический. И люди должны быть заранее готовы к тому, что они будут сегодня обсуждать, чтобы они заранее готовились к этому занятию. Это должны быть единомышленники, которым есть о чем поговорить, кроме пьянки, кроме алкоголя и наркотиков. У нас в центре разговоры об алкоголе и наркотиках категорически запрещены. Это считается празднословием опасным, мы за это наказываем. Конечно, не надо. Не надо. Еще вопросы? Да. Как Вы посоветуете такую ситуацию? Сейчас я знакома с мальчиком, которая умерла мамой на 14 лет. Она снадок умерла мамой. И он живет с бабушкой, которая под 80 лет. Он ударил своего все тяжкие мамы. Отсадать, ночью, пить. Наганар. Пурить, ночью, вновь, по крайней мере. Он связался там с 18 лет. И, видимо, он покупает. Вот. Мы его пытались встать в плену, потому что бабушка же с ним не справляется. У него трусную ногу. Он слегка по голове. Видимо, это было очень жестко на исповеди. Потом, как он сам сказал, что это уход только в тюрьме. И также он сказал нам, что он выбрал какой-то пункт и тюрьме. Мальчик категоричит уже туда ехать не хочет. То есть, как бы он когда разрешил отец Дмитрия Смирнов туда привезти, и он готов был устроить этот прием. Мальчик отказался совершенно. То есть, я вообще по сторонам человека не могу никак. Только как-то позвонить. Ну, ну и что? Вот просто, ну, каков его путь, если он уже встанет? Не знаю. Вот мы об этом говорили уже. Да, вы сказали. Я не знаю, какой у него путь. С ним поговорить или что нужно еще сделать? Ой, не знаю. Как говорить с человеком, о котором я знаю понаслышке. Если хотите, давайте я его проконсультирую. И как-нибудь с ним поговорю. Может, попытаетесь как-то меня с ним связать. А так я ничего не знаю про этого человека. Не знаю, что ему сказать. Вы знаете что, поймите, что я всего-навсего врач-человек. И какой бы ни был у меня опыт, я не могу ни по наслышке, ни даже не по фотографии. Иногда мне фотографии приносят. Говорят, вот что вы можете сказать про этого человека? Ничего не могу сказать. Ну, то есть можно, допустим, с вами встретиться? Можно, да. Это, пожалуйста, давайте свяжемся с ним как-нибудь, какими-то средственными связями. Я попробую его проконсультировать. Вот. А на расстоянии я ничего не смогу сделать для человека. Еще вопросы? Скажите, пожалуйста, с ним. Ритм. Потом мы пришли, что проявляется. Что это? С вами как-то по количеству. Семья. 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 И как проведен этот эгоцентризм? Семья. Семья. Вы знаете, во-первых, этот процесс начинается практически сразу, как человек родился. Авторитет родителей и надежда на них, как на основную опору в жизни, он максимальный в первые дни жизни человека, и потом он все уменьшается, уменьшается, уменьшается. По мере того, как у человека формируется самосознание и отражение себя самого в окружающем мире, начинает формироваться его самонадеянность и самоуверенность. Семья. Это происходит очень рано. Никто вам не скажет, в каком конкретном возрасте. Мы знаем, что этот процесс начинается практически сразу. Сразу. И как бы мы с вами не пытались его остановить, у нас ничего не получится. Это сильнее. И чтобы человеку перестать быть самоистуканом, ему нужно сначала им стать, а потом перестать. Человеку нужно в себе самом разочароваться. Если человек, ну я вообще не представляю себе, как можно пройти этот путь мимо, обойти вот этот вот этап своего созревания, самоистуканства, чтобы дойти до поклонения Богу. Истинному живому Богу. Я не знаю как. Не представляю. Мы обязательно, все люди должны пройти, какую-то часть своей жизни мы должны пройти через идолопоклонство. Ведь когда Христос говорит, не сотвори себе кумира, он не говорит нам, смотрите, не станьте идолопоклонниками. Нет. Он говорит, вы идолопоклонники. Вы уже готовые идолопоклонники. Все. До единого. Новых не творите себе кумиров. Не создавайте. Больше. Нет. Если ребенок еще маленький, говорить, 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 да. Пока. Пока это не вызывает, ну, такого откровенного уже отторжения, раздражения с его стороны. Потом надо будет замолчать обязательно. Но до поры до времени мы должны обязательно ему говорить. И менять все время тон. По мере его возрастания мы должны менять тон своего разговора. Поначалу он может быть и директивный, а потом степень директивности должна снижаться. И мы должны по доцковому возрасту переходить на один с ним уровень общения. И становиться ему друзьями. Друзьями. И давать дружеские советы. От менторства нужно уходить решительно, если мы хотим сохранить добрые отношения со своими детьми. Вот. Но продолжать говорить, но уже другим тоном. А потом когда-то и вовсе замолчать. Все. И только предоставить Господу Богу. И это не менее эффективно, чем если мы будем говорить. А может даже и более эффективно. Чем если мы будем говорить. Если мы будем жаловаться на своих детей Богу. Чем будем предъявлять претензии самим детям. Плодяк.